Один из самых спортивных районов Кубани, Славянский, известен тем, что круг желающих вести спортивный образ жизни здесь очень широк. Любовь к физкультуре и спорту у нас прививается с детства и начинается в семье. Об этом убедительно говорит и популярность таких соревнований, как районные семейные спортивные игры «Стартуем вместе», в которых, кстати, уже не первый год принимают участие сотрудники нашей телерадиокомпании. 17 семей Славянского района приняли участие в этих престижных состязаниях. Они приехали в Центр спортивной подготовки «Олимпийц» со всех концов Славянского района, чтобы побороться здесь за лидерство. Начальник управления по физкультуре и спорту Славянского района Александр Прищепа приветствовал участников и поздравил их с началом соревнований. Я вам желаю сегодня хороших стартов. Я знаю, что вы будете расстраиваться. Все хочется выиграть. Но, к сожалению, первое место оно одно. Поэтому боритесь сегодня за это первое место в честной обмене. Пусть сегодня побеждает сильнейший. Воспитанницы отделения акробатического рок-н-ролла спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд» выступили перед участниками районных спортивных игр со своим танцем. Организаторы соревнований постарались сделать все возможное, чтобы соревнующиеся смогли состязаться в отличных условиях, чтобы не было проблем с оценкой результатов. Ежегодно мы проводим эти соревнования. Каждый год у нас все больше и больше семей принимают участие. Для чего мы проводим? В первую очередь проводим, чтобы семьи отдохнули здесь. Спасибо, что они сегодня приехали, участвуют. Конечно, пожелать победы хочется всем. В каждой семье, которая участвует в состязаниях – здоровый спортивный дух. Все участники были настроены по-боевому, надеясь продемонстрировать свои недюжинные способности. У нас в семье трое детей. Мы все вместе идем на стадион занимаемся. Едем кататься на санках, на лыжах. Это, конечно, объединяет, сближает. Дети смотрят на родителей, берут с них пример. Сегодняшнее соревнование – это отличный повод показать, что твоя семья спортивная, любит спорт, занимается им, увлекается. И также это возможность пообщаться, найти своих единомышленников, показать свою силу. И я желаю всем сегодня победы. Ну, самое главное, наверное, участие. С семьей выступить в таких соревнованиях – это в первую очередь показать себя, показать свои способности, посмотреть на других, с кем-то сравниться, быть ближе с семьей. Мы тренируемся дома, мы подтягиваемся, отжимаемся, бегаем. Это в промежутках рабочих моментов. Ну и очень рады, что все-таки мы не первый год сюда приезжаем, не первый год выступаем и будем стараться. Начались соревнования настольным теннисом и дартсом. И это уже позволило претендентам на победу заявить о себе. В легкоатлетическом манеже участники выполняли нормативы комплекса ГТО. Такие, как прыжок с места, отжимания в упоре лёжа, наклон вперёд, поднимание туловища из положения лёжа на спине, стрельба. Завершили соревнования легкоатлетической эстафетой. Она была самой зрелищной и вызвала у соревнующихся незабываемые эмоции. В общекомандном зачёте третье место у команды Маевского сельского поселения. Второе завоевали спортсмены Прибрежного и победила команда Прикубанского сельского поселения. Лидерами среди семей, где ребёнок-мальчик, стала семья Уткиных Славянского городского поселения. И где ребёнок-девочка – семья Петушковых из Прикубанского сельского поселения. В 2017 году мы принимали участие, заняли второе место. По стенгазете в 2017 году заняли также первое место. И в этом году, конечно, для нас это было неожиданностью. Мы выкладывались на все 100, а то и 200. Каждый из членов семьи муж старался выложиться, дочь, ну, естественно, я. Мы не ожидали такого результата. Я, знаете, испытываю какую-то радость и не могу, хочется кричать. Ну, то есть, действительно, это старание, это упорство, это упрямство всей нашей семьи. Всем призёрам в команды входили по две семьи, были вручены грамоты, медали и кубки. Фотография, где лучшие запечатлены на пьедестале почёта, позволит им ещё не раз вспомнить радостные моменты этих замечательных соревнований. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».